И снова вертаемся, вертаемся мы в нашу студию, и нареште, нареште, не одна, не одна гадина, а целых две у нашу студию. Я спыталась у нашей гости, тем можно вот так, и она сказала, можно нормально, я такая же самая, как вы. У нашей студии финалист шоу Фактор Бай, Маргарита Шибаева, привет, здравствуйте. Ну, нормально вот так, у Лелеса у нашу компанию гадин. Ну, есть такое. Я нав ответу, что вы сказали, я так всюду жартую, что я такая, ну, девчина, я считаю, девчина. На самом деле просто так часто мне говорят, какая я хорошая, что я вплоть до того, что даже надо членов жюри в разных конкурсах прошу, ну, поругайте меня, ну, что вы хвалите, скажите, над чем поработать. Поэтому я так иногда, чтобы как-то уже не сильно хорошей быть, говорю, что такая я тоже. Непростая. Ну, тогда, так ладно, сегодняшняя шоу повинна пройти навыдатно. У нас, вось, заряд, что тема, сегодня ненормированный працонный день, шкода, ци карысть мы сегодня высветляем. Вось, як вам подается? Звучайного артиста, гэта, саправды, можно там так до ночи працаваць, паутня спаць. Вось, як вы укладываете у график, ну, так сабе? Я на самом деле для артиста, вот этот ненормированный рабочий график, это, в принципе, жизнь, это наш ритм, но в нашей профессии мы все делаем в творчестве, в потоке. У нас это все как-то так само собой происходит, и да, мы устаем, но не настолько. И бывает такое, что ложишься поздно, и встаешь рано, и не высыпаешься, но в нашей профессии как-то вот творческая вот эта вот жилка, она помогает вот в этих вот графиках каким-то образом оставаться и жить, и жить счастливо и прекрасно. Но мне кажется, что есть много профессий, в которых это может немножечко прям ой-ой-ой. Но все-таки наполню, все зависит от того, на кольке подобается, то, о чем занимаешься. На самом деле, да, это очень важно, найти вот именно ту профессию, где тебе будет комфортно, где тебе будет интересно в первую очередь, потому что как только любовь к делу заканчивается, начинаются вот эти наши любимые слова. Выгорание, депрессии, ура! Поэтому все, вот как мне кажется, все, что ты делаешь, должно делаться из любви, и пока есть любовь к тому, что ты делаешь, ты можешь работать, ты будешь с крыльями окрыленной, и тебе будет всегда хорошо. Ну, если на конт выгорание, истомленность, скончился шоу, так, «Фактор Бай», финал, и какие отшивания после? Наполню, тут так само будут такие вельми напруженный ритм, вельми худки, и сдается все тишиня. Вот, как отшивания? Скучаю по ритму, поэтому на самом деле есть вот эти моменты, когда спишь ночью и резко подрываешься, я опаздываю, я опаздываю, мне нужно срочно ехать на шоу, срочно нужно учить песни, записывать что-то, то есть послевкусие есть, приятное послевкусие, но и усталость есть. Честно говоря, вот признаюсь, эксклюзивное признание, я до сих пор сплю много, мне до сих пор... Много же это кольки. Вот, как пока было шоу, у меня шоу накладывалось на сессию, это было, ну, в лучшем случае, часов 5-6, сейчас это 10, иногда чуть больше, поэтому, да, вот сейчас пока есть такая возможность, пока есть каникулы, пока плюс-минус можно вот спокойно подышать, отсыпаюсь, вот сколько есть, столько сплю. Ну, вы сказали, что сессия, так давайте расскажем для наших слухачевых, кем вы станете, коли вырастете. Забавно, артистом или педагогом по вокалу, или руководителем ансамбля, моя специальность имеет таких вот три профессии, я могу потом даже выбрать, кем я буду, но хочется всё-таки, конечно, побыть артистом больше, но это как сложится, я, конечно, всё-таки за артиста в этой истории. Протягивать то, что ця пел. Ну, а, кале, знову ж, вернуться, пра надашоу, так, фактор бай, вось, кале назираешь, так, за тым, что отбывается, за тым, у яким режиме темпе живуть, так, у дельники, здаецца, што, ну, просто ён настолькі такі напружэнны і ў сэнсі вельмі хуткі, і гэта саправады так, вось, такі, ну, некі, здаецца, дэдлайн абсалютны і полны ў весь час. Ціх, гэта просто мы зэкранаў бачым так, о такім, вось, хутким режиме, а там всё больше-менш спакойна. На самом деле, наверное, мы просто привыкаем к этому режиму, потому что в моменте, вот, пока проект шёл, как-то вот, ну, не ощущалось такого, что «Помогите, помогите, не успеваю». Оно было более-менее спокойно, но вот сейчас, оглядываясь назад, есть вот это осознание, что «Маргарита, песня за неделю, с постановкой, с камерами, интервью, это же всё было вот так», то есть, в моменте, нет, на самом деле, тоже это большая заслуга команды, как-то вот мягко ощущалось, но в моменте это мягко, и просто в очередной раз хочется вообще огромнейшие слова благодарности произнести команде, и просто поблагодарить их за ту любовь, с которой относится к проекту. Вот настолько по-домашнему и хорошо там было, что и ритм не ощущался. Я в тапочках ходила по Беларусь, фильмы, мне было очень классно там, и не хотелось прощаться. Ну, вот, с правдой приемно. Видать, я так само часом сменила на правособуток, ось на такие домашние, изручные. Осталось только пижаму додать, и можно отшивать себе, як дома. На самом деле, мы и спали там периодически, то есть, когда перед эфиром стабильно, если где-нибудь, вдруг полчаса, час есть время перед гримом, или, может быть, уже даже после грима, я стабильно брала мешок, такой кресло-мешок, из бавл-рыма перетягивала к себе в гримерку, закрывалась, и мы спали, и я не такая была ни одна, просто чтобы немножечко энергии ещё накопить перед выходом. Ну, не всегда получалось, конечно, вот, ну, зачастую получалось, спасибо, опять-таки, тоже организаторам, у нас были полчасика, могли немножко хотя бы подремать, и это прям, это помогало, на самом деле, потому что тоже, и эфиры, это не час времени, это вот в 20.45 мы начинали, зачастую уезжали мы в два ночи, в три ночи, поэтому вот эти полчаса, они, конечно, были спасительными для нас. Ну, что ж, я нагадаю, что у нашей студии финалит шоу «Фактор Бай» Маргарита Шбаева, и ходка мы вернемся и протягнем разговору, доведемся, як же Маргарита Огуля трапила, так нашёл, чому выбрала, мінавіта, яго, ну, и ещё, конечно, паразважаем на тему таго, накольки складаны, альбу надворот приемны, той самый ненормованный працовный день, шкода от яготи карысь. Свае пытанне, да, Маргарита, вы можете досылать нам, 297-84-16, код 8029, гэта наш телеграм-чат, ну, и, конечно, меркованне на конт-темы, так сама, з радостью примаем. Я нагадую, что у нашей студии финалит шоу «Фактор Бай» Маргарита Шбаева, ну, и, вось тут, Маргарита, поступила до вас пытанне, вось, цитата, те любите ли вы борщу воголю поесть? И что любите? Вось так вы ходите вы из нашей студии, а там борщ, перше, другое, третье. Встречать меня с борщом и едой. Борщ, я к борщу отношусь очень спокойно, в общем и целом, я к еде отношусь очень спокойно. То есть, например, вопрос, вот, как вы питаетесь на «Фактор Бай», как вы вообще там живёте, на кофе, вот мы жили на «Фактор Бай», для меня это был самый спокойный, наверное, переход, потому что для меня это стандарт. Я не люблю есть. Я такой вот человек, который может покушать там раз в день, и в основном, да, кофе, 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 вот такая вот я. Поэтому поесть иногда, конечно, да. Например, у меня есть очень много, у меня есть закрытый круг друзей моих, с которыми мы живём вместе, которые иногда вот прям учат меня отдыхать, они вот заставляют меня кушать, прям там чистят мандаринки. Маргарита, ешь, поэтому... Так я не ведаю, как Маргарита наваливается на той самой борщ. Эксклюзивные кадры треба робить для брыгильников. Ну, а на самой справе для артиста вельми важно и добро выглядать, и добро рухаться. И вот, в совести с этим пытанием, вы вогули, таки, спортивный человек, патрымливаете здорового от життя, альбоу, всё ж таки, лепш поспать? Я зрозумела, можете не отказывать. Поехали. Периодами, на самом деле, я всегда за какую-то физическую активность, не всегда на это хватает времени, на самом деле. И, честно говоря, это мое такое большое упущение, и я просто вот как цель себе уже везде прописала, что вот с начала нового учебного семестра мы с моей компанией, в конце концов, дойдём до того, чтобы заниматься, заниматься стабильно. Плюс у меня в университете есть занятие по хореографии, где мы тоже по несколько раз в неделю занимаемся, то есть у нас, например, разминка, мы там качаем мышцы, мы растягиваемся, мы танцуем, то есть и нам тоже спокойно жить никто не даёт. Поэтому, да, я за активность, и, в общем-то, на самом деле, жизнь артиста — это не про посидеть где-то, попить кофе спокойно, то есть у нас даже кофе-то где-то на ходу, и вот эта вот тема про 10 тысяч шагов находить — спокойно. Количество можно набегать не в спортзале, а напрыгнуть на шоу-фактор-бай. Вот это, я, честно говоря, просто отключила шагомер на это время, и мне даже само интересно, сколько всё-таки мы нашагиваем, потому что в моём случае это, например, университет «Беларусьфильм», занятие с педагогом, вернутый на Беларусьфильм, этот университет — это такая достаточно большая дистанция, большой маршрут, и мне интересно, сколько мы нашагиваем. Ну, ясце, напауна, одно такое, такие аспекты, момент любого абсолютно шоу, гэта хваляванне, гэта, вось, такие перенагрузки психологичные, як бы там не было, як бы не старалась отпустись, напауна, гэта есть. И я узгадываю, напраклад, ситуацию, калі вы так переходите, так бы, мовить, до іншого наставника, и, ну, вы, таки, момент, калі вы не ведали, што ясце будзіць застанець, сёцце, ўсце, што такі, сходзіць, я, маю, навась, так, калі, вось, гэта гістурая, так, навась, калі вы пераходзіць, так, да, Руслана Ляхнота, я, вось, ва, прыхожана, і у мене, вось, усовязь з гэтым пытанні, вось, такое хваляванне, такое адшуванне, як, гэта час, воглі, справляюцца артысты, як себе патрымліваць у форме, вось, вось, в такі моменти, вам ж ясце і співаць приходиться, ну, так, вось, вось, гэта споборніства доказуваць, так, там, што вось той лепше, інші лепше, як собрацься. На самом деле, здесь огромную роль играет позиция, с которой ты приходишь. То есть, я изначально не шла с позиции какой-то борьбы, я учусь как в жизни, так и на сцене принимать. То есть, если мне нужно быть на этом шоу, мне нужно быть у Иосифа Пригожиной или у Руслана Ляхно, оно моим будет. Моя задача как раз-таки не кому-то что-то доказать, то есть, даже если бы ты не прошёл, значит, что ты плохой. Значит, что не твоё время, не твоё место, не твои наставники, то есть, ну, вот не сложилось, не сейчас. И поэтому я пришла изначально немножечко так, надо будет, значит, будет, не надо будет, ну, ещё разочек сходим. И, естественно, я волновалась, но я вот на таком вот настрое очень была спокойна, я понимала, что если ты будешь волноваться уж слишком сильно, голос у нас любит иногда капризничать по этому поводу, поэтому я как-то так вот старалась быть очень спокойной. Как? Я дышу. Ну, вы чекали? А, так, это вы рекомендации нам даете. Давайте. Я дышу, дышу много, глубоко, медленно, ну, вот спокойно, то есть я стараюсь о своё дыхание замедлить, я стараюсь замедлиться сама. Есть такой прикол, очень часто брали, на самом деле, вот даже вот в кадр, в дневниках, в проектах, это, насколько я не могу назвать себе нуральный массаж, это воздействие на полушария мозга, то есть там какая-то очень тяжёлая система, не буду вдаваться в подробности, но ты сидишь и... А, упражнение называется бабочка вообще, то есть ты сидишь и как-то так себя противоположной рукой по противоположному плечу, то есть как-то тут постукиваешь. Мы так само робили, есть такое практикование. Это интересно, и это работает. Самое интересное, что это работает, а это главное. То есть поэтому вот такие штуки мы делаем, и перед выходом на сцену, вот почти медитация, ты уходишь в себя, вспоминаешь песню, о чём ты поёшь, какие образы, какие смыслы ты в это вкладываешь, и вот перед выходом на сцену ты уже такой немножечко отрешённый, и стоя на сцене уже нет столько волнения, такого большого процента волнения, сколько есть в этот момент, есть я, есть сцена, есть моя песня, есть зритель, и вот оно как-то помогает немножечко успокоиться в этом всём. Но вы чекали, что так отремается, что вы сдавалася бы одним кроком от выхода за шоу, вас просто вырыта Руслана Лехной, и вы измените наставника, и это так само, ну, таки, напевно, кроху стрессовый момент. Честно говоря, как-то вот интуитивно я предполагала, что я останусь. Вот не знаю, почему как-то так вот, я проснулась этим утром, и думаю, нет, всё сложится хорошо, что-то будет, вот может пойти не по плану, но что-то всё будет хорошо. И я никогда не загадывала, к кому я попаду, то есть как-то вот, ну, может быть, к Кеосифу. Ну, не было никакой такой восьмой, то есть, что меня на видах от шоу до того, а на 100-го никогда не попаду. Нет, потому что, опять-таки, ко мне придёт тот, кто мне нужен в данный момент. И вот единственное, что когда у нас спрашивали уже там на месте, вот, как вы думаете, девочки, к кому вы попали, вот был момент, что, наверное, всё-таки к Кеосифу Пригожину, и вот так и случилось. То, что именно Руслан меня перехватит, я не ожидала, и сейчас, оглядываясь назад, у меня просто, вот, огромная тоже благодарность Руслану за вот эту работу. У нас действительно получилась команда, Руслан безумно ответственно относился ко всем номерам, это вот была постоянная связь, постоянные звонки, видео, а как костюмы выглядят, а как то, а тебе всё нравится, а тебе точно комфортно. И, то есть, это было так... Ну, он был строгим таким, весь наставником, альбо тем, кто колпотился про так эмоциональное... Я не скажу, что он был строгий наставник. Мне было комфортно. Это самое главное, что мне было очень комфортно. процессовать в ситуации, или комфортно. Мы знакомились с моими родителями, с моей мамой, мы всё время выходили на сцену, вот, на объявление результатов, голосований, всё время в зале там искали, а где мама сегодня сидит. То есть, это было так тепло, так по-домашнему, на самом деле. Вот опять-таки, просто для меня всё сложилось так, что я просто была в таком теплом, приятном месте, как в летний лагерь съездить. Ох, ну! Мне подобается. Так, от наших слухачёв, я ещё пытаю, насколько вы азартный человек. А вот не ведаю, мне сдаётся, так хотела сказать, подкрыто. Не знаю, честно говоря. Но, по сути, конкурсы, это же так само, таки довольно, ну, можно сказать, азарт, выиграю, не выиграю, смогу, не смогу. Ну, вот опять-таки, смотрю, как ты подходишь к этому всему. Потому что, если ты идёшь только за победой, эта история для меня про надежды, иногда ложная. И вот как-то так педагог мне мой вот эту мысль в голову принёс, надеюсь, она лучше, готовься к худшему. Поэтому я немножечко вот такой, на стороне реализма в этой ситуации. Было бы хорошо, если, но я буду готовиться к тому, что всё будет не очень хорошо, но вообще я тут в реальности, мне тут хорошо, прекрасно, накайфуем от момента. Но отремливается, что вы можете отремливаться целого от самого процесса, а не до его вынику. Я долго училась этому на самом деле, потому что, когда только-только начинала, понятное дело, что были вот эти моменты. Нечистая нотка проскочила, я не первая, я опять не первая. Ну, то есть, конечно, такие моменты были поначалу, но вот чем дальше, тем более какая-то такая взрослая и спокойная позиция приобретается в плане конкурсов, поэтому азарт, ну, он есть, но я не скажу, что ты прям, вот я суперазартный человек, и там всё или ничего, нет, это немножко не моя история. Для наших звук от шоу я нагадываю, что своя пытанне можно досылать до наших гостей по номеру 297-84-84-16, код 8029, так само выказываетесь на тему таго, всё ж таки, ненормованный операционный день. В кодах это текарсть, як вам падается, мы охотка вернемся, але перед гэтом ясчэ пропаную послухать Йогеню Любину. вось, даведалася я, што ян там сёня будзе мерковывать, ой, што будзе. Што галуны, для артыста, и чому за кулисами зауксёды повинны быть тапки? Вось, что даведаемся в ближайшую хвилину, мы у финалисты шоу «Фактор Бай» Маргариты Шибаевой. Ну, што ж, шагу пачнём с тапок, циза серьёзного, хотя, чему я кажу, серьёзного, тапки, это самое серьёзное пытание. Ну, доведуешь, что минавито на шоу были там пытания за день, не было простее, одразу были конкретные табу, а вось с обутком были некоторые моменты. Давайте расскажем, я думаю, что слухачам завсёду тякаво доведутся, что есть ты такое, что гону не побачили махчамо подчас эфиру. Ой, обувь. Можно начать просто с благодарности. Очень хочу поблагодарить в очередной раз просто всю команду и стилистов, которые классно, вот действительно классно подбирали образы. Постановщики, стилисты, вообще команда сразу рассмотрели, что я такая шебутная девчонка, что я люблю всякие нестандартные, непонятные вещи, прически, и эту вот тему во мне поддерживали в напряжении всего проекта, им за это огромное спасибо. Обувь. Почему, почему тапки, почему обувь? Ну, вот на примере одной супер истории. у меня довольно капризная вообще вот в плане обуви. Не все мне подходит, не во всем мне удобно. Вот эти истории подъема, там узкая, узкий носок, вот эта вот вся история, это немножечко не мое. И один прекрасный номер, по-моему, это был пятый эфир, это была песня Please Don't Stop The Music, это номер, значит, открывающий, мы продюсировали песни друг к другу. Я не вспомню, в чем там была суть, но почему-то на репетициях я не была на тех потрясающих каблуках, на которых я была на номере. И номер был с перемещениями, то есть начинали мы за столом наставников, оттуда мы перебирались через эти вот рельсы и мою любимую камеру-вагончик на сцену. На сцене я должна была стоять, вокруг меня был балет, то есть такая очень активная история, еще и петь надо было, еще текст помнить, и, в общем, это было очень весело. И вот, значит, решила я, ну, репетиции, почему-то я была без этой обуви, не вспомни почему. И вот я выхожу на сцену, стою на этих каблуках, понимаю, что уже мне больно, мне уже вообще не весело, и думаю, так, ну, если через вот этот вот вагончик я переберусь, тут время приходится вставать на этот диск, я понимаю, что он под наклон, что на него стать я, не стать, я не могу, потому что вокруг меня балет. Думаю, ой-ой-ой, как же на тебе стоять. И это был такой дополнительный стресс, я помню, что как только я с него сошла, я прямо выдохнула, думаю, отлично, полдела сделано. И они были настолько неудобны, и настолько болели, что у меня действительно за кулисами стояли тапки, и как только я вот уходила за сцену, я тут же раз, ступли снять, в тапки стать, ура, счастье есть, мы живем, мы живем. И так было часто, на самом деле, как-то вот, что-то мне периодически особо в ее не везло. Но она вся была очень красивая, она вся была идеально подходящая, стилистически, еще раз огромное спасибо всей команде, которая работала и над внешним видом, в том числе, выглядела я всегда супер, мне всегда очень нравилось. Хотя очень много было комментариев, что у меня были неженственные образы. Я с этим не согласна. Я бы не сказала, так само. Ну и, ваще, на самом справе, что для артиста наибольшь важный, як вам падается в целом, гэта справдой прохаживаясь, гэта характер, гэта упэмнена всю саби таллинт, что такая формула, як вам падается? Ой, артист, это такой собирательный образ. То есть, ты, ну, понятно, что ты должен петь. Ну, или ты актер, ты должен хорошо играть, такой профессиональный момент должен быть. Но сегодня это мало, по сути, добро петь сегодня мало, напевно. Да, на самом деле, очень важно иметь какой-то стержень. То есть, хотя, на самом деле, когда у меня спрашивают, а вот почему за вас голосует Маргарита, я не знаю, почему. Это такой вот вопрос, который, наверное, мне нужно будет задать своим вот слушателям, зрителям, вот что-то должно быть, харизма, иногда вот внешний вид, какие-то яркие черты, яркие фишки. Но это, вот просто петь, наверное, да, пока что этого мало, что-то должно вот в тебе цеплять. То есть, например, мне часто говорят, вот такая девочка-загадка, я думаю, почему загадка, я и правда не совсем понимаю, как по мне все очень даже, как это открыто и чисто, но вот почему-то это цепляет. Кажешь, что на конкурсах не бывая сяброуся роду дельненького, с яком падается, сяброуся твои конкурсы, это речь совместимая, альбо усяж таки справдэйня? Абсолютно, абсолютно совместимые вещи, и это, кстати, не только конкурсы «Factor Buy», на самом деле, вот буквально тоже в сентябре участвовала в конкурсе в «Итоки», и я просто вспоминаю вот отбор от Минской области, когда мы стояли за кулисами, так получилось, что мы в большинстве с вами были знакомы друг с другом, и это была настолько вот такая дружеская атмосфера, что мы практически дышали в унисон с тем, кто поёт, то есть такая поддержка, такое вот волнение правильное, это очень здорово, на самом деле, я очень не люблю вот эту историю про конкуренцию, «Кто твой главный конкурент, Маргарита?» «А боишься ли ты, Элен Бадалян?» Да нет, мы с Эленом Бадалян вообще подружки, и мы до сих пор общаемся, там, в Телеграме, в Инстаграме переписываемся, поддерживаем друг дружку, и, честно говоря, я вот такой вот маленький для меня лучик, я очень благодарна, что у нас случилось вообще в моей жизни, и вот опять-таки вернёмся к конкуренции, я за вдохновение, я не хочу смотреть там, опять-таки, раз мы уже зацепились за Элен, смотреть на Элену, думать, «Ну, техничнее, чем я пою, ой-ой-ой, нет, я хочу смотреть на Элену и думать, «Блин, она такая крутая, она столько всего умеет, у неё такой бэкграунд за спиной, ну, это же просто вау!» И вот так абсолютно на каждого, и о каждом можно сказать, там, «Смотришь на Лёшу Будько, он, кстати, тоже очень изменился, мы давно дружим с ним, там, «Смотришь на Лёшу Будько, он такой яркий, смотришь на Даника и Савеню, вот такая же история, абсолютно в каждом можно найти плюсы, я хочу смотреть на плюсы и вдохновляться ребятами, а не думать о том, что кто-то лучше, кто-то хуже, зачем?» У нас остаётся неколькие тут хвилин, литерально, макшума, есть что сказать тем, кто сбирается на фактор бай, макшума, кто-то захочет так само поудельничать, что вы можете пожедать, макшума, порайить людям? Хорошо. Я бы посоветовала, я бы вообще пожелала смелости и терпения. Не всегда то, что мы хотим, приходит с первого раза. Возможно, что сейчас не время, и поэтому, да, смелости, чтобы делать шаги в сторону, творчество в сторону проекта, проекта и терпения. И всё получится. Подводим, ясно мы вынеки нашей сегодняшней темы на конд ненормованного працонного дня. Но вы, Маргарита, сказали так, что саправды, якая там норма. Ненормован, гэт нормы, вот что докладно. Так вот, скажа Василь, что гэта макшума, але, ну, калитрюки ёсненька агульная великая задача, калитрюки ёсненька, дарачена фактор бай, так, калитрюки ёсненька, тоя, чё ля чагу хочется працаваць, тады и хоцца рабіць болўш-болўш-болўш там макавы, паспача ёсё. А я бы сказала по-другому. Харашо паработал, надо харашо отдыхнуць. То так само не паспрашаемся. Во всём нужен баланс, пэтэму, если ўжы был период ненормированного такого графика, очень активного, надо патом обязательно немножечко, немножечко харашо отдыхнуць. Гэта бы ся, як ў нашага слухача Паулы. Он каже, што працую сам на сябе, там може працаваць 12 гадзін, пасля 6 гадзін адпачываць. Бываю парозам, і гэта нармальна. Хто як адпачываць, то і так і работае, каже Василь. Тут не паспрачаю, што, ну вість, напраклад, я ў гэн, так само каже, што гэта зручна, таму, што можна адлучыцца ў любы час. Ну вість тут, тут як адрымаецца, напэлна. Ні за ўсёды ненармаваны, значыцца ў любы час могу састі, і там. Ні. Ось, пракладна так, каже нам Маргарита. Маргарита, дякую вам, што завіталі да нас. Жыдаю вам творчых поспіхов. Ну і, ўсё ж такі, давайте так, сон гэта, добра, выступлэння гэта добра, але поршч. Порш, гэта так само, судовна. Та му давайте казаць всім пакулік, добрага вечер жыдаць, і кожному добрый вечер і ля нашых слухачоў. Я нагадаю, што ў наші студы фіналіст был шоу-фактор Бай Маргарита Шыбаева, Марта Худалей, так само бала з вами. Данавых сустрэч.